Небольшому летнему дождю не удалось потушить накал страстей кипящих на кортах теннисного центра ЦСКА. Казахстанцы Денис Евсеев и Дмитрий Попко одержали победу над своими соперниками и вышли во второй круг одиночного разряда. Меня зовут Дидар Атмаджа и это дневники Beeline Challenger. Мы продолжаем рассказывать и показывать вам все самое интересное. Тимофей, в понедельник ты вдохновил не только нас всех своей победой, но и Адильжана. И он приготовил для тебя небольшой сюрприз. Тимофей, для вас индивидуальный подарок. Отрисовка от Musa Sketch. Вау, очень круто. Спасибо большое. Очень красиво. Вообще я, когда задумался ради чего мы играем в теннис, я понял, что самое крутое это, чтобы вдохновлять людей. И я очень рад, что у меня это уже получается. И у меня есть небольшой ответный подарок. Это мячик с моим автографом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Дмитрий, поздравляю с победой Спасибо Но несмотря на нее, довольны ли вы своим процентом первой подачи? Ну нет, конечно, не доволен 51 это очень мало Надо, чтобы было хотя бы 70 Ну, тем более, тут подача очень много помогает Когда проходит, очень тяжело принимать Поэтому, конечно, хотелось бы больше Но со второй чувствовался, я уверен Потому что соперник, как мне кажется, немного Были трудности с ней Пусть мяч высоко скачет И не так легко с нее атаковать Поэтому, конечно, когда первая подача проходит, намного приятнее Но при этом вы были довольно хладнокровны в брейкпоинтах Ну да, я не помню, сколько было Но, по-моему, там просто прошла подача Поэтому отыграл много брейкпоинтов Соперник, мне кажется, наоборот У него были вторые подачи на брейкпоинте Поэтому я ввязывал в розыгрыш И, наверное, поэтому так получилось А вот скажите, такая пасмурная погода и дождь Который был буквально пару часов назад Как-нибудь повлияли на ваш настрой? Нет, никак не повлияли Просто сидел, ждал Наоборот, легче Потому что до этого тренировался в Санкт-Петербурге Было холодно Здесь, когда приехал, было жарко Тяжело было тренироваться Поэтому такая погода только лучше Сегодня мне повезло, что такая погода Наши спортсмены с легкостью справляются с одним мячом во время матча Но что будет, если усложнить им задачу и предложить два, а может быть даже четыре мяча? Погнали! И что, просто? Так? Ну, это легко Это одной рукой Вы сложнее Это я никогда не пробовал Сейчас будет первый раз Я даже не знаю, как это сделать Я даже не знаю, как это сделать Денис, поздравляю с победой Сегодняшний матч был прерван из-за дождя Каким образом этот перерыв, пауза повлияло на вас? На самом деле позитивно Потому что ты в такие моменты переосмысливаешь какие-то вещи И тактические моменты играют ключевую роль Ты можешь поговорить со своим тренером, наставником И реализовать те действия, которые ты не реализовывал до этого И сегодня мне это удалось сделать У вас 100% реализованных брейкпоинтов В чем секрет вашего успеха? Да нет никакого секрета Просто сегодня я играл хорошо И у меня это получалось Завтра не факт, что будет то же самое Поэтому здесь предугадывать и говорить, что я буду показывать всегда такую игру Невозможно Это теннис И всегда нужно ожидать худшего Надеяться на лучшее Кроме того, можно отметить 7 подач на вылет Можно ли сказать, что дома и стены помогают? Безусловно, дом очень сильно мне помогает Мотивирует Здесь мои родители Окружение Позитивно на меня влияет И в целом Я вырос на этих кортах Я знаю, наверное, каждую кочку Как мне многие люди говорят Ах, ты человек, который, скажем, знает, куда правильно направить мяч Ваш следующий соперник Тимофей Скатов Тоже казахстанец Означает ли это, что следующий матч будет эмоционально напряженным? Ну, я не знаю насчет напряженного матча Я буду также выходить на очередного соперника То есть нет такого, что это Тимофей Скатов Это мой соотечественник И на меня это будет как-то давить Нет Ты играешь каждый день с разными соперниками Пусть это будет твой соотечественник Или это просто будет человек со стороны Нужно показывать свой лучший теннис и все Тренировочный процесс Один из основных шагов на пути к успеху О том, как правильно подготовить свое тело Перед турниром и после него Нам расскажет спортсмен из Украины Владислав Орлов Я думаю, что у каждого спортсмена Индивидуальный подход к разминке Но в общем, в целом, все мы начинаем с разминки в тренажерном зале С комплекса упражнений, возможно, на ковре Чтобы размять все возможные группы мышц Так как в теннисе задействованы практически все группы мышц нашего тела Потом мы переходим на корт Разминаем все элементы, скажем так Весь свой арсенал, который мы используем во время игры Это и удары задней линии, и слета, подача Какие-то, может быть, всевозможные комбинации Наигрываем Что касается послематчевых упражнений То тоже все сугубо индивидуально Кому-то нужно много потренироваться еще Чтобы провести работу над ошибками Либо закрепить какие-то элементы Которые хорошо получались во время игры Кому-то достаточно просто замяться Растянуться тоже, чтобы избежать травм И чтобы мышцы были эластичными И на следующий день, скажем так Не было очень тяжело встать и играть дальше В среду в матче второго круга одиночного разряда Казахстанец Денис Евсеев сыграет против своего соотечественника Тимофея Скатова Также все казахстанцы выступят в первом круге парного разряда Среда обещает быть очень насыщенной и интригующей Не забывайте смотреть прямые трансляции на официальном сайте Федерации Тенниса Казахстана А также следить за самыми свежими новостями в наших социальных сетях С вами была Дидар Атмаджа Пока! Я танцор Марат Екфар Много лет назад я нашел себя в танце А сейчас делаю это снова В современном искусстве Я живу так, чтобы каждый новый день был ярче Попробуй ты, Билайн Живи на яркой стороне Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин